что бы хотел показать есть такая фишка в мази да не джер наелся сужите я короче тоже наелся спросил ты знаешь куда ехать да знаю давай заезжать что мы стоим за поворотом на полосе бля короче но у него прицеп дизелевский но блин у него односкатная резина ребята такая как он ужасно режет и для того чтобы не пропустить значит конкурс значит условия конкурса я будем разыгрывать 500 рублей ребят нужно всего лишь подписаться на канал прожмакать колокольчик и ждать следующего видеоролика жижа жижная вообще очень жижная жижа я выписали мне значит такие вот интересные бумажки о перегрузок сейчас еще пишут мне постановление протокол гаи здорово друзья заработал меня зовут санек я рад вас приветствовать на своем канале очень новый день новый рейс поехали мы значит визинская не знаю я там не был не был на визинском визинское лесничество это где-то короче возле визиндора я думаю сегодня вечером мы уже прям приедем обратно время 1049 у нас мы выезжаем города заехал уже на заправочку заправился на движении вот короче поехал справа встал ну как обычно сходил погулял собакой покормил поехал короче гараж ремонтирую прицеп на маленькую машину меня прицеп 3 на полтора большой прицеп вот меняю борта короче все борта прицепу лет пять уже борта все короче сгнили уже в таком плохом состоянии ремонтируют только взял в руки болгарку со сваркой и тут звонит лёха саня говорит есть визинская поедешь или нет игру конечно поеду игру это третий рейс будет всего в этом месяце деньги надо зарабатывать надо догонять а значит чтобы хотел показать есть такая фишка в мазе до немазок с 19 года то есть может быть есть и на старых те которые еще там с равно мотором шли не знаю может быть на них эта фишка тоже есть мало кто о ней знает по крайней мере я об этом узнал совсем недавно вот так вроде бы машина машины да все вроде бы знаем а нет есть еще кое-какие приколюхи смотрите значит сам узнал недавно и как бы может кто-то конечно уже об этом знает поэтому как буду кто-то может быть скажет блин тоже нашел чем удивить открыл нам значит африку да вот смотрите значит у маза дворники до первое положение которое вот положение которое наверх это прерывистая значит с паузы вот они работают но эту паузу ребят ее можно регулировать можно делать короткой можно белой длины то есть какую вам надо вообще по секундам то есть диапазон секунд по моему от 4 секунд и что-то аж по моему до 30 секунд кстати друзья у нас пошел опять снег вот это белое это это не стекло у меня запотело это снег идет вот короче как ее регулировать показываю рассказываю то есть смотрите допустим идет маленький дождик там нужно медленная пауза быстрая пауза короткая пауза не нужна вот так у нас тут стоит платон нужно кстати платон посмотрим платон включился все нормально стоят гарауля кстати ребят кто не знает они можно под эту камеру проезжать с выключенным платоном они лишь только смотрят привязку номера машины к системе платон то есть они не смотрят включена у тебя или нет ну так на будущее чтобы кто знал я обычно под них проезжают всегда с выключенным ничего страшного короче рассказываю значит он у нас переключатель наверх это первое положение с паузой смотрите включаю и вот в тот момент когда у нас дворники делают первый первый оборот нам нужно их выключить то есть вот включил сразу выключил ждем паузу которая нам нужна допустим это будет вот примерно так об стекло закидала и все и включаем и теперь вот сколько они были выключенном состоянии после первого включения такая и будет пауза вот сейчас я вам это покажу значит смотрите делаем короткую паузу да вот включили выключили дворники отпустились ждем пару секунд 3 какая долгая пауза вот те самые 15 секунд сейчас они включатся где-то 15 секунд примерно 15 секунд прошло короче выходим на вятку выходим на вятку как хорошо если бы у меня была третья рука так справа чисто слева чисто поворачиваем передачу какую-то не ту выбрал ничего поворачивать едет так что вот такой вот лайфхак лайфхак который я не знал кто не знал ребят знаете ну то есть девятнадцатого года машина на них точно эта штука есть а на предыдущий я не знаю может быть тоже есть ради проверьте проверьте попробуйте проверить может у кого-то что-то получится можно на машине шестнадцатого года это тоже работает если работает отпишитесь комментариях так что так ладно проезжаем кстати я даже вот семенчик нас дождаться мы кстати с семеном идем сегодня в паре ребят вот так потом проехали платон включаем вот очень выключен вот семеном идем паре да кстати не ездил домой и даже термоса я вообще с собой кроме документов ничего не взял вот едем короче семеном ну не стал короче с гаража до дома возвращаться чтобы этот термос там взять до чем короче заедем столовую покушаем вот попьем чайку ехать нам недалеко так что вечером уже скорее всего приедем он семён нас подождал он его там догоняем сейчас догоним так что так друзья так что то значит один из подписчиков задал некий вопрос такой ну типа расскажи вообще пришел вообще как бы на этот вопрос я уже когда-то такие вопросы были я уже отвечал я не смог ему сказать какие-то видео потому что видео на канале уже немало какое видео я отвечал на этот вопрос вот но этот самое вот но в общем решил я еще раз потому что приходят новые подписчики кто-то не смотрит мои старые видео поэтому я еще раз расскажу как я все-таки к этому пришел вот значит очень много я работал на самосвала о чем короче только не работал и на газелях и на капучках на всяких потом значит я сел получил категорию есть сел я на полуприцеп на площадку 12 метровая мазовская площадка второй прицеп у меня трал вот возил многие знакомые меня уже в то время звали на лесовоз пошли тогда на лесовозах хорошо зарабатывали это были 13-14 год поездил начать я потом короче отказывался я не нравилось по лесоводничество поездил я на россию значит куры потаскал на америкосе поездил на мазе поездил вот и какой-то день не звонит короче мой старый знакомый мы покупаем ну они там скооперировались значит с человеком скооперировались короче мы покупаем били машины две новые новые два камаза пойдем работать я что-то подумал подумал этот раз без работы сидел а не друзья я вас обманываю я не с оттуда пришел это ну да и можно сказать оттуда и пришел в общем еще один момент работал на лесоводе до этих камазов значит работали на бетон инвестия илюха вот илюха ушел на лесовоз потом звонит мне асаня говорит нужен напарник приходи я подумал подумал пришел поработал мера с месяц наверное меня все это надоело я не хочу на лесовозе работать ушел вот потом спустя несколько месяцев мне звонит другой мой знакомый саня взяли новые машины приходи работать я ну раз новые машины ну давайте попробуем у меня уже был стаж на лесовозе почти месяц я там отработал то есть месячный стаж ну ладно пойдем и короче вот оттуда и понеслось и вот на лесовозе я уже грубо говоря лес вожу где-то около 5 лет с 14 или с 15 года даже 6 лет получается вот и все и теперь мне уже никуда не хочется ни на какую демонтуру не на бензовоз вообще не на трал никуда лесовозы меня полосу устраивают хорошая работа главное привык работать можно в принципе вот так я и пришел к лесовозам то есть считаю что на этот комментарий я бы все-таки ответил на этот вопрос короче друзья к визинге подъезжаем вот помогите нам решить задачу сейчас с семеном ехали долго-долго обсуждали короче в горку я его догоняю у него сейчас стоит новая прошивка помощнее прошивку поставили поставили помощнее прошивку вот и значит вроде бы должно получше тянуть короче расход у него больше ездим допустим на земстан туда-обратно у меня сжигается 330 литров у него 430 то есть расход у него больше намного но машина при этом то есть в горку я участвует межаторский подъем я его догонял то есть прям еду и вижу что я его прям нормально так догоняю вот не межатор да не межаторский этот как он короче не суть ладно подъем был нормальный вот едем значит что у него прицеп легче на две тонны ася у меня bpv у него нет у него там какие-то другие вся стоят у него отличается резина у меня шоссейка на прицепе такая прям ручейковая у него там немножко такая с шашечками идет у него выше щит щит у него выше на 20 сантиметров чем у меня то есть сопротивление воздуха тоже дает вот но при этом ребят я его догоняю и расход у него большой а прицеп у него весит на две тонны меньше представляете целых две тонны разница это машина так это машина все тоже самое вот резина на машине немножко отличается вот представьте фактически мгновенный точнее расход вот мы идем я смотрю поставил на круиз короче эту смотрю на свой расход говорю вот у меня допустим 30 31 32 вот скачет поставил по ровной идешь по ровной дороге 30 31 32 он грицами у меня 38 42 38 42 то есть у него расход намного больше чем у меня на этой машине да вот вот такой вот вопрос значит кто в курсе почему блин такая чу блин такая херня хотя блин не знаю короче надо надо с чего-то по крайней мере начать я ему предложил игру давай попробуем поменяться прицепами и посмотрим что будет если будут прицепы зацеплены другие машины ну по попал если поменяться вот ладно короче подъезжаем к визинге сейчас пойдем с ним кушать время у нас уже на не время у нас уже время у нас же 142 почти обед вот поэтому можно уже сходить в столовую покушать у меня отец развернулись рядом с курой встану вот здесь должны влезти да влезем здесь широковато так так что стоят думают ехать ехать она разворачиваемся да пойдем сейчас столовую ходим газелисту оставим место чтобы выехать да короче газелисту оставили место чтобы выехать семян уже выползла на идем кушать короче время обед народу много у нас туда же товарищи полицейские кушают что-то наелся сужите я короче тоже наелся по 23 рубля чуть ли не бесплатная столовая продукты столько стоит в магазине сейчас в нынешнее время короче покушали мы визинге вот выезжаем ты кстати что разобрался куда ехать я что так и не понял какой поворот куда поворачивать а мы едем дальше проехал такой же сейф как у меня трогаем сидим поворачиваем сторону кирова недалеко от визинге это рейс вообще шоколадный тоже такой коротенький ну конечно по деньгам не особо шоколадный так вот опять короче снег метет но погода на улице плюсовая падает асфальт и сразу тает на улице бортовой ну вообще плюс один показывает не знаю так нормально метет короче крути в руль сторону широкого прилука сторону визиндора дорожники че-то тут пока упали повернули нашли где встать че блядь че встал то блядь идиотина блядь перед поворотом вот стоит вот поворот да идиот вот отсесть отсюда фура кайф легит встал блядь перед поворотом блядь на асфальте стоит пьет чай блядь выгуливает собаку блядь идиотина смотрит на меня или посигналил рукой махнул блядь еще смотрит на меня типа ты чё блядь ничего вообще на трассе блядь стоит бы занял пол полосы перед поворотом блядь выгуливает собаку стоит чай блядь нормально может выгорать блядь ребят ну делайте так это ненормально поехали сюда значит улетучи не знаешь и спросил ты знаешь куда ехать да знаю давай заезжать что мы стоим за поворотом так на полосе глядь поехали назад короче как говорил володька батарейка один хороший знакомый давай давай горит санька жопным ходом езжай называл жопный ход мы стоим здесь так безобразно а вот поворот ну конечно не автострада чтобы тут то 180 не полетит но все равно для ноги это хоть аварийка есть меня даже аварийки не надо прижаться так что ладно друзья короче у меня не получается одновременно ехать задом снимать ладно попробуем короче сколько раз не пробовал ехать задом снимать не могу и одновременно следить за телефоном и за своим прицепом вот ну сейчас вроде бы мы сейчас мы вроде бы едем задом щас немножко немножко туда на обочину возьму но через кладбище танк заезжает а тут выезжает скорее всего потому что тут походу не подняться я так наверное думаю сюда вот я на обочинку стану вот так вот на пятнадцатый перейти поспрашиваю сейчас перейду поспрашиваю на пятнадцатый перескочить покричать может ответить да вон покричал гормонти груженые есть кто-нибудь ничего никто не отвечает ребят на визингсом на визингсом принимаете кто-нибудь где заезд какой первый второй через кладбище откуда заезжать перед кладбищем да получается перед спуском вот этот первый заезд направо разместенный здесь такой все принял спасибо вот и все первый заезда езжа вы что там мясо правда какое-то давайте посмотрим мы наверно одну блокировку включен все таки что он делает я не понимаю куда устраивает по трассе беспредел ну чеси че он творит беспредельщик так ладно мы наверно по егоным следам то пойдем на что-то он там туго-туго так поднимается первое направо давайте попробуем а я встал я тут на заезде встал по чуть-чуть качаю сейчас по чуть-чуть пробиваюсь будем качать короче будем пробиваться на третий на холостых почти так прополз подскакивает чуть-чуть конечно по-другому она вообще никак не едет все отлично проскакали все заходим такая вот здесь то вроде ничего дорога такая более-менее нормально вот заезд только сильно там его очень сильно разместили в принципе и здесь она туго идет все подъем потому что идет это все подъем ребята все поднимаюсь поднимаюсь сейчас поднимемся полегче пойдет на гвахте подъезжаем что там машин много вон стоит как бы у нас-то все не затянулось долго-долго вахтовиков там маленькие стоят сама вахта у нас здесь куча таких красных будет сейчас целая куча один красный Ксеня второй красный порядком машин хватает не зелесовский на односкатых колесах все нормально так машина стоит эй комяк ты что не подойдешь и поздороваешься я тебе махнул когда ты мне махнул перчатку снимаю вот так вот руку сделай ну и что там много машин не матюгайся я тебя снимаю чем таскают К700 вон К700 стоит К700 он дальше не может быть перецепляется от К700 а? вот на чё снимаешь? не я ютуб веду канал вот снимаю короче этот такой же мазик вот красный на такой же резине крылья вот такие у него с выносом короче ну у него прицеп дизелевский ну блин у него односкатная резина ребята такая как он ужасно режет на односкатках конечно тяжело ездить вот на спарках намного лучше удобней прицеп не так тормозит ладно пойду в кабину поваляюсь немножко так друзья значит все отлично складывается впереди нас которые машинки были две вот только что затащили приехала значит вторая погрузка вот притащили еще одного погрузчика приехала погрузка сейчас будут две погрузки две машины затащили мы с Семеном следующие на очереди вот ну а я скипятил чайничек значит сейчас налью себе чаечку вот и в общем у меня друзья такая новость кто помнит смотрел видеоролики я обещал что когда будет 500 подписчиков на канале сделаем конкурс разыграем 500 рублей на телефон вот сегодня я сейчас съел хорошо если есть связь платит интернет посидел посмотрел аналитику предыдущего своего видеоролика если честно сказать ребят я просто обалдел спасибо конечно вам всем огромное в общем много просмотров за последние 6 часов видео набрало порядка что там 11 или 13 тысяч просмотров вот и ко мне прилетело в подписчики значит за сегодняшний только вечер около 120 человек поэтому рубеж 500 пройден уже даже пройден рубеж 600 подписчиков поэтому друзья для того чтобы не пропустить видео для того чтобы не пропустить значит конкурс значит условия конкурса я будем разыгрывать 500 рублей ребят нужно всего лишь подписаться на канал прожмакать колокольчик и ждать следующего видеоролика чтобы даже кто первый а кто точнее ответит потому что там нужно будет угадывать даже больше там больше надо интуитивно так сказать интуиции надо будет почувствовать в общем материал для этого конкурса у меня уже подготовлен поэтому в следующем видеоролике значит мы ждем конкурс и принимаем участие выигрываем 500 рублей на телефон блин ребят мы уже даже целых 2 месяца за связь ну это конечно смотря какого тарифа ну мне бы на 2 месяца 500 рублей бы за глаза хватило так что даже на 3 дня хватило так что так друзья лайненько все стоим ждем 2 погрузки вторую погрузку открыли время у нас уже половина десятого вот поэтому я думаю что ночью мы уже все таки будем ехать в обратную сторону так что так друзья поэтому я буду пить чаек и ждать пока придет наша очередь так пакетик можно в окно чайный выкинуть чайный пакетик это удобрение ну то есть понятно вот бантики вот такие вот я их не кидаю в окно я их собираю в мусорку вот а чайный пакетик это даже больше удобрение там бумажка и чай ладно ждем сидим пьем чаек нормально мы заходим мы уже пробуем зайти сами до второго расширения сказали тут обычно отоскали до этого к 700 но мы идем сами почему потому что ребят на улице подмерзло на улице где-то минус 3 наверное стало чуть-чуть потверже вода начала уходить вот поэтому короче пробуем сами но время у нас уже пол второго ночи да друзья пол второго ночи пока загрузят пока выедем только утром наверное будет вот такие вот у нас тут дорожки ладно едем сказали до второго расширения слева справа так вот здесь я по всему суток на стила ну и главное друзья трелевочником короче меня тягают вот совсем здесь все плохо такая жижа жижа прямо мягко очень очень мягко ну короче трелевочником меня тащат вот обратно обратно короче ребят с деревянки рвут двойной тягой там к 700 стоит и трелевочник трелевочник один брать не может короче 4 троса уже порвали вот тягает во все вот и короче двойной тягой затрелевочник и до 700 и вдвоем короче ну ладно затаскиваем меня затаскиваемся и грузимся что-то отрелевочник у меня даже пустого тяжело тащить все не потянуло у него не знаю на какой на 4 наверное ехал включил на пониже передачу и понеслась опять короче ребят жижа жижная вообще очень жижная жижа такая вот в целую гору просто ее толкаю перед собой блять куда отправляю да а там еще на бракерской стоят короче такие новенькие красивые вольвочки блять которые там стоят под херову кушу лямов а их вот 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 уже не понят вот такие дорожки у нас ребята слушайте хорошо на улице подморозило сегодня подморозило сейчас я вышел по обочине уже мороженое где-то ну первый заморозок у нас такой хороший где-то градусов наверно минус 10 но чувствуется прям холодно холодно на улице сегодня ночью и еще благо то есть еще сама хоть как-то чуть-чуть где-то едет вот такие места конечно вообще трэш холодный друзья у меня просто прицеп нахер утонул я не видел пол колеса это просто там такая шуша такое месиво тут мама не горюй короче если выйти если выйти из машины то это будет примерно по колено друзья так что такие пироги ну ладно подъезжаем уже к погрузчику сейчас встанем под погрузку ну все друзья теперь меня тащат уже двойной тягой вот эти вот яркие огоньки это к 700 спереди к 700 там спереди не смог меня тревлевочник короче вытащить здесь подъемчик ну метров наверно 100 отъехали мы всего от погрузки от погрузчика все и тревлевочник забуксовал он даже двойной этой тягой еле еле еще тогда ребят даже двойной тягой буксуем все вообще и к 700 буксует и тревлевочник буксует короче все буксуют но потихоньку вроде бы идем пошли нормально зацепились куда-то вот эта жижа она просто начала подмерзать она стала очень очень пластилиновой короче у меня там я бамперами насобирал на подножках куски не висят короче там просто ужас что творится сейчас следа все еще замерзнет потом это надо будет соломиком ковырять вот здесь такой наклон хороший ямка подправая колесо подведя там к-700 есть спереди ну ладно короче вытягиваемся едем на Бракевскую оформляем документы короче ребят доехал я уже до Ибского перекрестка до Ибский перекресток короче вот почти по номеру мы вчера ныряли видите да по фары мы вот так вот в глине были у Семена так же у Семена еще и номер не видно допустим и номер снизу короче вот так вот очень много налипло на передние колеса глины налипло немало и короче сейчас очень сильно бьет надо короче снимать передние колеса вот видите вот такая вот ерунда короче короче ребята турарить так вот какие-то там сапоги помогли сапоги вот так это трогался вот эту ерунду на руке накупать короче вот так все занято все занято передние колеса бьет сильно сносто сносто естественно в потоне что творится слышали по полу и потон это защита мальчиков полная писька с прицелом ладно короче немножко поспали я сюда подъехал чуть пораньше потому что он ведется за мной вот короче я поспал Семен подъехал тоже где-то часть поспал вот потому что мало мы спали вот короче сейчас будем трогаться до города 50 километров вот короче все весы мы проспали уже пересменка прошла ну ладно ничего страшного ладно короче будем будем короче трогаться потихоньку заехал друзья в Пашгу стою прямо на Лукоиловской заправке вот так вот по кругу на Лукоиле развернулся взял себе кофеечек сосиску в тесте зашел докупил Курева вот стоит перед нами кроссовер прайний который здесь 70 выходит с него значит паренек мне такой сначала привет потом так ну ребят тут гадать не надо это просто мой подписчик который точно так же меня смотрит пишет комментарии ставит лайки улыбнулся посмотрел и пошел короче в столовую покушать ладенько будем прогаться сейчас кофеечек допиваю и трогаемся друзья поехали смотрим направо чисто лево чисто выезжаем короче поехали в город скамеечка идет тоже банкер весь блине видать все-таки ночью он был там же где были мы вот ладон все вышли обратно на вятку заправки спашки сене уехал сене предложил я говорю давай говорю остановимся чайку попьем копейку чайка он говорит не я как поеду и короче уехал вот ладенько мы тронулись на улице кстати подморозило хорошо ночью не знаю друзья сколько градусов по ощущениям градусов наверное по 10 было сейчас около 4 что-то я в кофте так выскочил ну скажу прохладненько прохладненько в кофте вот пробивает еще ветер такой так что так грубо говоря первые заморозки у нас первые такие нормальные ну как нормальные зимой конечно 35 будет ну в смысле октябрьские такие вот минус 10 градусов ладенько все прям пока до весов надеюсь в пересменку мы не попали уже новая смена заступила на весы так что посмотрим что там как у нас будет как у нас там все сложится мазик он стоит сломался что ли ну знак аварийной остановки стоит так подъемчики ладно мы поднимаемся к лесам подъем называется друзья кто не в курсе тещин 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 подъем почему потому что он слишком слишком длинный и он вот такой вот извилистый ну понимаете да как тещин язык вот ладненько поднимаемся пока остановили скорее всего идет меня тормозить короче идет меня тормозить отъем твою мать ладно буду звонить легкие узнавать что мне остановить заезжать на весы не заезжать короче друзья не знаю будем заезжать на весы или нет он забрал мои документы и ушел сейчас у весовчика спрошу будем заезжать или нет позвонил Лехе я говорю Леха так и так он говорит ну что заезжай короче у меня 25 тонн предположительно что-то у меня пробьет не знаю посмотрим короче друзья вот так и заезжаем заезжаем на весы посмотрим ладно не буду снимать выйду расскажу о результате все друзья меня взвестили стою на весах прям короче ничего хорошего пробило три оси пробило у меня три оси перегруз что-то 500 800 или еще сколько там вот не знаю сколько сейчас будет штраф но он сказал что оплачивать будешь только вот эти 30 километров то есть ну допустим если я ехал отход Азимстана то мне пришлось еще платить за ту грудовку за тот асфальт а так как я еду визинги то есть ту федералку я не плачу а вот эта объездная она уже придется ее оплачивать то есть они только за нее не поотвечают в общем друзья выписали мне значит такие вот интересные бумажки о перегрузах сейчас еще пишут мне постановление протокол ГАИ что творится вот короче выписали мне вот такие вот интересные бумажки значит сейчас пишут протокол будет у меня комиссия будут решать сколько мне вынести штраф значит такой вот я нарушитель так значит сейчас мы найдем вот значит фактическая масса так вот перегрузы мои вот превышение значит это у меня первая средняя ось ну то есть машина три оси две ведущих одна передняя это средняя ось первая ведущая это вторая ведущая на прицепе значит какая-то вот это предпоследняя да вот прицеп значит вот прицеп у меня первую ось не пробило у меня пробило две задние 46 килограммов целую tonne то есть вот такие вот бумажки значит копию я получил Здесь они Мне распечатали чек сюда Вот сейчас осталось мне Значит Осталось мне дождаться Пока Мне выпишут протокол Спрашивают Что там на делянке Войной тягой таскают К-700 и тренеровщиков Он такой Нихера себе Канал лесовозный рейс Заходите посмотрите Скоро выйдет видео Ладно в общем что Сидим ждем Пишут мне протокол Все друзья Пошел опять снег Дорогу заметает Короче все Три оси пробило Дождался Выписали мне протокол В протоколе написал Там комиссия Во вторник Короче написал Прошу рассмотреть мое отсутствие Чтобы не ездить В ГАИ Не терять время Вынесут мне штраф Не знаю сколько Тысяч пять рублей Может больше Может меньше Не знаю Посмотрим Короче вот такой вот рейсик Получился друзья Смотрите значит Что у нас получается Так это мало того Что плечо 130 километров Там по зарплате Это рейс Не знаю 3000 рублей Наверное Ездил я сутки Машину считаете Сейчас надо гнать Машину надо гнать на мойку Потому что Вот смотрите Слышите Вот это вот Это руль Колбасит у меня Потому что колеса Все в глине Облипшие Облипевшиеся Так сказать Надо машину Брать на мойку Пробило две оси Три оси Там тонна Семьсот И что то еще Сколько то Это получается У нас До 35 километров Пути Вот этот перегруз Посчитают Вынесут штраф Я не знаю Сколько Но штраф Не маленький Ребят Я не знаю Ну это даже Наверное Не десятки тысяч Это наверное Будет Сотня 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 И плюс До Сотканепали И плюс Ко всему К этому Еще и мне Штраф Придет Вот такой Огромный Огромный Минусовой Жирный Минусовой Рейс Просто Рейс Жирный Просто В минус Вот Так что Так ребят Не все так Всегда шоколадно Как хотелось бы Все друзья Всем спасибо За просмотр Кто досмотрел Этот видео ролик До конца Кто сейчас кушал Всем приятного аппетита Всем до встречи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok